Всем самого доброго волейбольного вечера. Мы вновь в спортивном комплексе арена на трибунах для того, чтобы увидеть своими глазами, кто-то в живую, кто-то в прямом эфире, как Кузбасс завершит полуфинальный этап Кубка России. Ну, в принципе, для нашей команды на 99,9% уже все ясно. Можно уже, я думаю, покупать билеты в Белгород, но торопиться не будем. Всему свое время, как говорится. И сегодня заключительный матч полуфинального этапа Кубка страны. Кемеровский Кузбасс играет с клубом «Локомотив» «Изумруд». Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые любители волейбола. И ведем мы снова эту трансляцию вместе с Татьяной Савельевой и Олег Марченко. Сейчас мы представим вам составы играющих команд. Но прежде партнеры нашей трансляции «Автотехцентр Хоккайдо», «Газпромбанк» и компания «Автоэс», официальный дилер «Шкодов Кемеров». Итак, на площадке появляется Кемеровский Кузбасс. Уже по традиции первым выходит наш капитан Сергей Макаров, второй номер команды. Далее доигровщики Александр Мочилов, Руслан Аскеров, центральный блокирующий Михаил Щербаков и диагональный Андрей Колесник. Когда мы видим, в стартовом составе появился по сравнению с прошлым матчем, также на площадке, естественно, на нашей либре, Хачатур Степанян и Евгений Галатов. Вот такой состав Кемеровского Кузбасса. Видим мы изменения по сравнению со вчерашней игрой. Говорили мы, что вместо Маркуса Нильсона Андрей Колесник появился. Итак, команда соперника. Команды «Локомотив» и «Зумруд», номер пять Никита Тулинков, номер девять Вадим Ажиганов, номер десять Владимир Паркута, номер двенадцать Павел Рожков, номер четырнадцать Сергей Мелкозеров и Либера. Команды. Номер первый Давид Артамонов и номер пятнадцать Роман Степанов. Все, готово к началу сегодняшней встречи. Ну, естественно, наставники команд Денис Матусевич, только что он был на ваших экранах. И Валерий Алферов, это главный тренер команды «Локомотив» и «Зумруд». И сегодня судейская бригада, которая обслуживает матч, это первый судья международной категории Николай Книжников и Книжников из города Нижневартовска. И второй судья Андрей Зинович из города Ростов-на-Дону. Напомню, что накануне Кузбасс просто разгромил губернию со счетом 3-0. Если смотрели нашу трансляцию, я думаю, что эту победу в исполнении Кемеровского клуба видели. Денис Матусевич назвал вчерашнюю игру одной из самых лучших, но пододелся, что лучшая игра, конечно же, еще впереди. И сил еще на один матч. Ну, то есть на сегодняшний у нашей команды хватит. Начинали эту встречу волейболисты «Локомотива» из «Умруда», но Павел Рожков не попал в площадку и Кемеровский Кузбасс повел. Сергей Макаров на подачу Кузбасса. Неплохо справляется здесь блок Кемеровчан, но не успевает немного Руслан Аскеров, чтобы поднять мяч в защите. И Антон Андреев отправляет на подачу своей команды. Будет атака у Кемеровчан. Колесник в заднюю линию. Отправляется вновь блок Кузбасса. Вновь атака «Локомотива» из «Умруда» вновь на высоте. Игра в обороне у Кузбасса. И десятый номер удается ему в третьей попытке добить до пола. Это Владимир Паркута. И продолжает Антон Андреев оставаться на подаче. Уже впереди волейболисты «Локомотива» из «Умруда». Ну, минимальное преимущество. Еще не все так страшно. Силовая подача у него. Хороший прием. И быстрая атака Кузбасса. Александр Мочилов ее уверенно завершает. Отыгравшись от рук блокирующих игроков. Показывает Сергей Макаров. Видимо, сам себе как будет он принимать следующие атаки. «Локомотива» из «Умруда» мяч. А у нас на подаче Александр Мочилов. Также хорошая силовая подача, но уверенный прием. Молейболистами справляется вновь блок. Смягчает мяч. Раслана Аскеров. Хороший здесь. Мелкозера в защите. Вновь атака «Локомотива» из «Умруда». Паркута. Принимает мяч на себя. Аскеров от рук блокирующих. Великолепно действует тринадцатый номер. И кемерский кульбас впереди. Пейс требуют болельщики от Александра Мочилова. Будет он сейчас подавать пятый номер нашей команды. Вновь удачно в приеме играют волейболисты. «Локомотива» из «Умруда», но не попадает в площадку. Александр Мочилов продолжает подавать в составе кемеровского кузбасса. «Локомотива» из «Умруда». Неплохо у него пошла подача. В первой же партии. И вновь переходящий мяч. Великолепно играет Руслан Аскеров. Не давая ни малейших шансов к центральному блокирующему Екатеринбургской команде. Ты на трибунах спортивного комплекса «Арена». Ну, время тайм-аута. Да, тайм-аут тут же берет, понимает, все прекрасно, главный тренер. Ну, хочется сказать, что полуфинальный этап Кубка России сегодня уже закончился для двух команд. Это «Губерния» и «Нефтяники». «Губерния» — это наш вчерашний соперник. Со счетом 3-1 «Нефтяник» одолел «Губернию». Что касается, кстати, матча с «Губернией», доигровщик «Узбасса» Руслан Аскеров отметил, что все у них вчера получалось, все было здорово. А вот «Губерния» своей игры не показала, борьбы не навязала. И поэтому, ну, такой результат. «Узбасс», конечно, вчера был на высоте. Я думаю, что все эту игру прекрасно помнят. Тем более с таким заклятым противником, как «Губерния». Ну, сегодня у нас «Локомотив» из «Умрут». и на подачу Александр Мочилов. Была атака. Сейчас мы видим прекрасно «Локомотив» из «Умруда», но не смог перебить через сетку. Игрок атаки, а у нас по-трежнему Александр Мочилов. Ну, и в хороших приеме волейболиста Екатеринбургского «Локомотива» из «Умруда». На этот раз «Фаркута» не оставляет шансов Руслану Аскерову при приеме. «Узбасс! Узбасс!» Удалось, наконец-то, сняться с подачи Александра Мочилова волейболистам. И подавать в составе «Локомотива» из «Умруда» будет Сергей Андреянов. И на вылет подает 17-й номер команды «Локомотив» из «Умруда». И сокращает преимущество до двух мячей Кемеровского «Узбасса». Будем сейчас обращать внимание на подачу 17-го номера. По линии подача ног. Справляется с ней Мочилов. Аскеров по рукам блокирующих спасают мяч в защите волейболисты. Михаил Щербаков. И возобновляет преимущество волейболиста Кемеровского «Узбасса». Смотрим на повторе. Михаил Щербаков спокойно отыгрался от игрока «Локомотива» из «Умруда». И плюс три и вновь преимущество у «Узбасса». Пархута. И сам же будет совершать эту атаку. И очень удачно получилось это у 10-го номера. Епитеринбургской команды. Сам же отправляется. Владимир Пархута на подачу своей команды. Какая же силовая у него подача. Неплохо. Колесник. Мягкий переброс. И Пархута удачно добивает до пола. В этой атаке до минимума, сокращая преимущество Кемеровского «Узбасса». Ни в коем случае нельзя расслабляться кемеровчанам в этой встрече. И да, уже, как Татьяна отметила... Уже, да, практически все решено, но тем не менее... Нельзя, много историй знает таких расслабительных наклонений. Пархута на подачи. И все, кто отправляет команды. Первый технический перерыв, тем более такую затяжную серию из побед и выездных, и домашних «Узбасс». Ну, болельщики, я думаю, что не очень бы хотелось, чтобы она прерывалась. Что касается Кубка России и участия Кемеровского «Узбасса» в этом финале этого престижного турнира, финал Кубка России в 2011 году, в четвертьфинале «Узбасс», напомню, переиграл Московская «Динамо» со счетом 3-0. В полуфинале одолел Одинцовскую «Искру» со счетом 3-2. Ну, и в финале уступил новосибирскому «Локомотиву» 0-3, и это вот было высшим достижением в Кубке России серебряная медаль в 2011 году. Так что, ну, это я так уже немножко подготавливаю. Татьяна, а как вы вот сегодняшнюю встречу, может, первую нашей группы, вот губерния, да, «Нефтяник», вступила более сильная команда 1-3. Хорошо, давайте дальше продолжим. Да, давайте потом обсудим, почему так произошло. Интересно ваше мнение, вы услышите, и, соответственно, я выскажу свое. В атаке Андреянов не попадает он в площадку, и плюс 3 вновь преимущество «Уггемерска» кузбасса, 9-6. Становится счет, посмотрим атаку Сергея Андреянова и Андрей Колесник. Который вышел сегодня в основе, да, впервые вместо Маркаса Мессена. Но, к сожалению, Вауд отправляет матч. И на будущее, конечно же, приобретался этот игрок. Ну, конечно, да. На пресс-конференции тренерский штаб именно это и озвучил, когда задали вопрос про 10-го номера кемеровчан. А у нас на подаче… Никита Стуленков. Никита Стуленков. Колесник по рукам блокирующих смягчает. Вот мяч. Андреянова вновь в блок. Кута. Вновь в блок. Три раза подряд пока четко работает, как часы, блок кемеровского кузбасса. И будет атака кемеровчан. Ирав. Вновь в защите великолепен Андреянов. Андреянов и попадает точно в антенну Стуленков. Затяжной очень розыгрыш. И смотрим повтор. Вот оно четко видно, как мяч приходится в антенну. Услан Афтеров. Андреянов. И добивает до пола свои атаки. Сергей Андреянов. 8-10 становится счет на подаче. Екатеринбургской команды. Команда с очень такой большой историей. Об этом мы в перерыве еще поговорим. И Вадим Ажиганов у нас на подаче. Не попадает он в пределы площадки. Тем самым облегчить жизненный путь. Кемеровчан в этом 11-м набранном бале. Финал Тавасеев на подаче у кемеровчан. Медкий планер. Мехозеров принимает. И Рожков в атаке. Удачная атака 9-го номера. Кемеровский кузбасс. И смотрим повтор. Быстрая доигровка. И сам же Павел Рожков отправляется подавать на подачу. С высокого мяча осуществляет свою подачу. 9-й номер. И под заднюю линию Андрей Колесник. Великолепно. Пустая зона там образовалась. Смотрим повтор. Именно туда и пробивает Андрей Колесник. Без шансов для Либера. Сергей Макаров. На подачу кузбасса. Андреянов чаще других атакует. У команды Локомотив изумрут. И приносит очередной набранный бал в своей команде. Бой! 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 Андрей на подаче у нас. А кузбасс в атаке. Колесник вновь под заднюю линию. И вновь щетка. Быстро снимаются кемеровчане. Ну, здорово. Смотрим повтор. Правильной блок. Действует наш диагональный. Да. Обыгрывает Андрей Колесник. Александр Мачулов будет подавать в составе кемеровского кузбасса. Замечательно. Александр всегда готовится к своей подаче. Но, к сожалению, не удалось. На краю площадки останавливается. Не удалось. Делает небольшую паузу. И замена в составе Локомотива Амрута. Вместо 17-го номера Сергея Андреянова. На площадку выходит усиление, конечно же, подачи. Ярослав Остраковский. Вышел на подачу Ярослав Остраковский на усиление. Никак не помог он своей команде, своей подачей. А лишь в очередной раз облегчил... Щетка помешала, да. ...темеровскому кузбассу. На обратной замены не произошло, значит... ...будет доигрывать. А у нас подавать будет Михаил Щербаков. Пытался мягко так что-то скинуть. И здесь Евсеев. Переходящий мяч играет. Смотрим повтор. Немного не успевал Сергей Макаров и... ...Алексей Евсеев. Успел вперед капитана Кузбасса. Толестник не стал под заднюю линию. Привыкли уже, видимо, волейболисты Лохомотива Изумруда. Как атакует десятый номер. И немного разнообразил свой потенциал в ударной технике. Да, и правильно сделал. Сам же будет подавать. Да, параллельно сетке пробил. И добил мяч до пола. Но, к сожалению, ошибается. Да, на подачу. Не хватило ему точности. И Столенков отправляется на подачу Лохомотива Изумруда. Готовится Никита. Не будет атаки у Кемеровчан. Евсеев. И справляется здесь в защите Мочалов. И удалось обмануть сейчас Антону Андрееву. Смотрим повтор. Антон Андреев зависает. И обманывает блок Кемеровского Кузбасса. При счете 15-14 тренерский штаб Кемеровчан берет право на тайм-аут. Недоволен очень сильно Денис Матусеевич. Высказывает претензии своим подопечным. И не выполняется пока его установка на игру. Так вот, хотелось бы узнать ваше мнение о сегодняшней первой игре. Почему губерния-то проиграла у нас по вашему мнению? Ну, конечно, сказать о том, что бороться... Но мне кажется, что Кемеровчане настолько сломили вчера дух команды. И, в принципе, турнирные, наверное, расклады уже ничего не решают. Хотя профессиональные спортсмены, они должны биться, в принципе, до конца всегда. Но, возможно, сегодня я, честно скажу, игру сама не видела. Возможно, но нефтяник был настроен лучше, больше. Может быть, губерния действительно так вот выбила из колеи вчерашнее поражение от Кемеровского Кузбасса. Очень они надеялись. Я думаю, что очень хотели выиграть. И попасть, конечно же, в финал шести и побороться за Кубок России. Спасибо за ваше мнение. Приятно было его слышать с чем-то схожим своим. А сейчас не разбирается при обороне. Своей стороны площадки волейболисты Локомотива из Угуда. И отправляться на второй технический перерыв. И, ну, Олег, закончим, да, про губернию. Про губернию, как бы, чтобы закончить с этой командой. То есть, да, вчера, конечно, надловили волейболисты Кемеровского Кузбасса ее спортивный дух. И, ну, раз вы не видели, я скажу, что, ну, основной состав, можно сказать, не вышел сегодня на площадку. Ни Николай Павлов, ни Матео, да. Он, собственно, в чем причина. Да. Вот, ни Сергей Савин также, ну, не оказались на площадке. То есть, три лидера атаки команды губернии. И, конечно же, нужно еще учитывать то, что Невтьяник очень долго не выигрывал. Вчерашняя победа на Локомотиве из Угрудом, по мнению главного тренера Владимира Терентьева, не оказала такого должного настроя все равно. Нужно было сильного соперника победить. И вот сегодня эта победа наконец-то шла. Мы продолжаем смотреть встречу к Кузбассу Локомотиву из Угруд, в которой у Кемеровского Кузбасса... Руслан Аскеров, да, у нас подает. И, к сожалению, ошибается. Мяч попадает точно в сетку. И у нас совсем минимальное преимущество остается у Кемеровского Кузбасса Алексей Евсеев. Никого не напоминает вам этот волейболист Алексей Евсеев? И по внешности, и по номеру. И что самое главное по фамилии. Не помечу уже. Видите, как он сыграл. И именно так же и действовал когда-то футболист Вадим Евсеев. И внешний похож. И номер такой же, и такой же эмоциональный. Покоритель у Эльса. Во всем, видимо, старается подходить на него. 16-й номер Локомотива из Угруда. И 16-16 на табло уже. А уже 17-16, да. И Кемеровский, а не было минимальное преимущество. После непопадания в площадку смотрим повтор. Алексей Евсеев. Инал Тавасиев. Инал Тавасиев на подачу Кузбасса. Раскова великолепно блок закрывает ее. Михаил Щербаков зарабатывает очки на блоке в составе Кемеровского Кузбасса. Инал Тавасиев отправляется подавать. Кузбасс, кстати, вот после, получается, двух игр 6 очков набирает в группе. И, ну, это на вчерашний, да, расклад не втянет губерния по 3 очка. И Локомотив из Умруда 0. Вот пока такой расклад. Ну, понятно, что Кузбасс из группы попадает. Нужно закончить этот мяч. Поборется, поборется. Немного не хватило ему. Хотел по-футбольному сыграть. Оставить мяч в игре. Вновь минимальное преимущество Кемеровчан. И замена в составе Локомотива из Умруда. Трианок выходит на площадку вместо Остраховского. И у нас на подаче Павел Рожков. Мачулов по рукам блокирующих. И мяч выходит за пределы площадки. Хороший прием. Быстрая атака Кузбасса. И Александр, смотрите, взметул в воздух. Увидел руки блокирующих. И удачно от них отыгрался. Ну, и видим мы, что в составе Кузбасса замена произошла. Андрей Колесник уступил место на площадке Маркусу Нильсону. Что вызвало, конечно же, бурные эмоции на трибунах. Тройной блок великолепен у Кузбасса. И эмоции эти продолжились. Исключительно положительные. Но, видимо... Да, тайм-аут. Тайм-аут сейчас. Валерий Альферов берет тайм-аут. Понимает он, что может зацепиться за партию. Хочется, кстати... Да, хочется отметить по поводу немного локомотива изумруда, что в 90-е... Самый удачный год для этого клуба 99-й. Там был выигранный чемпионат России. Да, 90-е как раз там и кубки. Три раза победители, кубки вице-чемпионами страны. Они были и в Еврокубках играли. Вообще клуб, на самом деле, с очень такой, ну, хорошей такой, долгой историей. С 45-го года он ведет свое существование. В общем, очень интересно. И, кстати, в Кемеровском Кузбассе, в основном, ну, вот сейчас тренерский штаб тоже связан. Да и игроки есть те, для кого локомотив изумрут. Клуб особенный. Об этом чуточку позже. Продолжается у нас первая партия. Да, продолжается у нас первая партия. Нильсон. И справляется тройной блок с атакой Маркуса Нильсона. Наградит, наградит, конечно, Сергей Макаров. Маркуса Нильсона еще не раз в сегодняшней встрече, передачей. И наш диагональный СИА обязательно еще проявит. Антон Андреев тем временем на подачу локомотива изумруда. Хорошая доигровка в исполнении Руслана Аскеров. Великолепный выстрел, смотрит повтор. От души прям приложился, чуть было не нанес травму игроку локомотива изумруд. А подавать в составе геймеровского кузбасса будет Александр Мочилов. Мягкую, перешел на мягкую подачу Александр. И не смог перебить мяч на половину поля соперника. Сергей Андреянов. И отвечает заимностью 17 номер. Обменялись любезностями игроки. 22-19. Кузбасс по-прежнему впереди. Первая партия у нас на исходе. Готовится Михаил Щербаков к своей подаче. Мягчает блок. И Налта Васильев великолепен в своей атаке. О, все началось с блока кемеровского кузбасса, который сумел смягчить атаку игрока локомотива изумруд. Михаил Щербаков. Остается на подачу кемеровчан. Арианов. Аскеров поднимает Мелкозеров. Отдает мяч на сторону соперника игроки локомотива изумруда. И Скира пробивает блок и точно в площадку. Смотри, повтор. И очередная замена. Вместо Владимира Паркута. Максим Коршунов высел на площадку. И он же в атаке. Тут же в атаке Коршунов. Но удается в защите великолепно поднять. Маркус Нильсон. Под заднюю линию ставит точку первой партии. 25-19. Ну что, вот теперь можно уверенно сказать, что Кузбасс одну партию в этом матче выиграл. А тем самым вышел в финал Кубка Шести. Но поздравляем пока с этим. И я думаю, что чуть позже обязательно поздравим с победой в этой игре. Но будем надеяться. Что именно так все закончится. Немного о том, что нас, ну точнее, болельщиков Кузбасса ждет в конце декабря. В конце декабря финал Кубка России в Белгороде уже по традиции третий год проходит. Белогорье уже там. Из нашей группы, получается, вышел Кемеровский Кузбасс. По другим группам немножечко расскажу, как все закончилось. Немножечко попозже об этом поговорим. Хотелось бы вот начали обсуждать локомотив изумруд. Так вот, с этим клубом связывает наставник Кемеровчан Денис Матусевич. Начинал свою спортивную карьеру там. Алексей Бардок, родом как раз из Екатеринбурга. Он тоже имеет отношение к этому клубу. Помощник главного тренера Владимир Бабакин. Также работал там в локомотиве изумруге в Екатеринбурге главным тренером. Ну и, в общем, много-много имен можно называть. Клуб действительно с богатой историей. Который сыграл определенную роль в жизни многих замечательных спортсменов, в жизни многих замечательных волейболистов. Да, спорт штука такая, что жизни спортсменов и тренеров, соответственно, также очень часто пересекаются. Это считается очень таким принципиальным дерби всегда, когда встречаешься против своей бывшей команды. Ну, я думаю, что времени, конечно, прошло много. Тут принципиальности такой особой, наверное, и нет сейчас, по крайней мере. Но, может быть, где-то в глубине души кто-то знает, что вот галочка такая стоит небольшая, что да, здесь нужно особенно побороться. Хотя, ну, профессиональные спортсмены, я думаю, что все прекрасно знают, на каждый матч выходят как на последний бой, как говорится. Это да. Да, то есть, ну, тем более у нас сейчас более принципиальные соперники – это Губерния, это Гинамо Краснодар. Да, 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 здесь, конечно, основная борьба шла, ну, если говорить о полуфинальном, кубке, этапе Кубка страны, то, конечно же, тут Губерния, которая вчера Кузбасс обыграла со счетом 3-0 в сухую, так сказать. Да, самая пока легкая победа в этом сезоне кемеровчан. Никаких шансов не оставили они своему сопернику из Нижнего Новгорода. У нас сейчас скоро начнется уже через несколько секунд вторая партия. Первая прошла в таком хорошем темпе при преимуществе Кемеровского Кузбасса. Удачно работал блок Кузбасса. На приеме действовали великолепно кемеровчане. Ну, и, соответственно, в завершении также неплохо действовали наши диагональные. Сейчас все готово. Начало второй партии. Денис Матусевич, видим, в наших экранах подбадривает своих подопечных. Готовится главный судья Николай Книжников. Судья из Нижневартовска дать стартовый свисток, возвещающий о начале второй партии в сегодняшней игре. Андрей Зинович еще уточняет какие-то детали. И все. Все готово к продолжению. Разлучал свисток. И Сергей Макаров произвел первую подачу. Атака по линии. Сергея Андреянова. И смотрим повтор. Атаки Сергея Андреянова. Локомотив «Изумруд» выходит вперед. Антон Андреев. Тщательно готовится Антон к этой подаче. Хорошая подача. Переходящий мяч. Не ожидали такого подарка волейболистов «Локомотива» «Изумруда», но все равно атака была у них. И они ее завершили очень удачно для себя. 2-0 уже впереди. Пока на полуфинальном этапе Кубка России «Локомотив» «Изумруд» ни одной победы не одержал. Поэтому здесь тоже, я думаю, что захочется команде из Екатеринбурга побороться и бороться. И они это показывают. Тем более против хозяев. Лопнуть дверью, да с удовольствием прям. Не попадает в площадку на этот раз. Антон Андреев и Александр Мочилов. И посмотрите, как готовится Александр к своей подаче. Пока не получит мяч, за пределы площадки не выходит. Правильно. Это, видимо, какая-то галочка, может быть, примета. Вообще спортивные приметы, да. Это отдельная тема. Их очень много. Спортсмены очень суеверные. Не все, но бывают. Лестник по сетке попадает сверху. И мяч уходит за пределы площадки. Смотрим повтор. Сергей Андреянов на подачу локомотива из Наруда. Небольшое преимущество. Создали себе в начале второй партии волейболисты из Екатеринбурга. А Кузбасс сокращает потихонечку это самое преимущество. За счет ошибки на подаче волейболиста локомотива из Умруд. Михаил Щербаков. Отправился на подачу планера. Смечает вновь блок Кузбасса. Первый парк по рукам блокирующих. И будет атака у локомотива из Умруда. Но непонятно, что тут сейчас сделал игрок атаки. Смотрим повтор. Это Никита Стулинков. Михаил Щербаков продолжает подавать в составе Кемеровского Кузбасса. В первой партии он неплохо. В начале как раз партии встал на подачу. Но сейчас удалось быстро сняться. А второй подача Михаила Щербакова волейболистам. Локомотива из Умруда при помощи Сергея Андрианова. Чаще других именно 17 номер атакует. У екатеринбургской команды. Колесник великолепно до пола добивается в этой атаке. Андрей Колесник. Смотрим повтор. Мощный, сильно и без шансов. Там же и отправился на подачу. Андрей Колесник. И счет равный у нас во второй партии. Хорошая подача. Лок смягчает. Будет атака у Кузбасса. У нас Керов. Мягкий переброс. Борется, борется за... Такой сумбурный немного розыгрыш. Борется за преимущество сейчас команды. И везет больше гостям. Зарабатывает пятый набранный балл волейболисты Локомотива из Умруда. И выходит вновь вперед. Никита Сталенков на подаче его патеринбургской команде. Вот так можно и записать в актив Никиты Сталенкова. Ну, собственно, и записывают. Статистика, госпожа статистика. Рейс. А насчет пятого номера. Локомотива из Умруда. Плюс два становится счет. Плюс два становится в пользу. Соперников из Екатеринбурга. Стеров. Красив. Красив. Как великолепно в этих отрезок действует волейболисты Локомотива из Умруда. Вот прям не то, что просто удачные действия, какое-то стечение обстоятельств удачных действий в исполнении Локомотива из Умруда. Не назвал бы это все-таки я мастерством. А какое-то удачное стечение обстоятельств. Вот честно. Колесник. Есть некое за пределы площадки. Да, так и есть. Улетает мяч для атаки. Андрея Колесника. Удалось наконец-то сняться волейболистом Кузбасса. Руслан Аскеров сейчас будет подавать. Не удалось сделать нацеленную передачу здесь. Слизующему Вадиму Ажиганову. И не было атаки в исполнении Локомотива из Умруда. Сокращает разрыв. Подача в исполнении Руслана Аскерова. И блок. Блок. Заработал блок у Кузбасса. И это грозное оружие всегда плюс. Кемеровчанам смотрим повтор. Мочилов Тавасиев. Великолепные. Ну и тайм-аут. Вынужден взять наставник. Команда из Екатеринбурга. Да, Валерий Ауферов. Очень опытный специалист. Вот он крупным планом. Да, он в 96-м был лучшим тренером мира. В 97-м лучшим детским тренером России. Тренером национальной сборной. Тренером молодежной сборной России. Такой послужной список. Достаточно большой. Большой у этого специалиста. Вот такие болельщики присутствуют на трибунах спорткомблица Арена. Красивых девушек. Я думаю, мужчины не заметите. Если хотите познакомиться, приходите, пожалуйста. Вся красота для вас. Вся красота на площадке. Следим за матчем Кемеровского Кузбасса и клуба «Локомотив» Изумруд, который отправляет команды на первый технический перерыв. В этой партии. Удачно взял тренерский штаб «Локомотив» Изумруд. Этот тайм-аут. И он принес первый технический тайм-аут командам и преимущества «Локомотиву» Изумруду. Удалось донести до своих подопечных нужные слова главному тренеру команды. И заработал набранный балл «Локомотив» Изумруд. Ну что, Олег, как по-вашему? Достаточно неожиданное, по-моему, начало второй партии? Неожиданное. Все равно нету какого-то драйва, нерва. То есть чувствуется уверенность с Кемеровского Кузбасса. Даже вот проигрывает, но вот не оставляет тут такое ощущение, что преимущество большое. Большой запас у команды существует. Возвращается команда, кстати, на площадку уже. Вадим Ажиганов. Слизующий команды «Локомотив» Изумруд на подаче. Мочалов. Одиночный блок справляется. И не попадает в пределы площадки. Александр во второй своей атаке. Вновь плюс два. А пока все спокойно, нет тревоги. Но пока, да, преимущество на такое большое. Думаю, что по силам Кемеровскому Кузбассу этот отрыв сократить. Продолжает Ажиганов. А это есть. Крейс зарабатывает. Слизующий команды «Локомотив» Изумруд. Продим Ажиганов. И плюс три. Тщательно готовится. Кемеровчане договорятся, как нужно будет им играть. Крупным планом главный тренер команды «Локомотив» Изумруд. Валерий Алфера. Лесник. Лесник. И великолепно отыгрывается от рук уже зависшего соперника. Удать тогда бы было совсем непросто. Но все видел Андрей Колесник. Молодой, но уже такой опытный удар совершил. Десятый номер Кемеровского Кузбасса. Андрей Колесник. Минал Тавасиев. Договаривает мяч. Мягкий планер. Михаил Щербаков. Великолепен на блоке. А когда работает блок у Кузбасса, любому сопернику непросто. Но финал Тавасиев. Тихонечко догоняет. В роли догоняющих Кузбасс, но, по крайней мере... Кошки-мышки решили, видимо, поиграть, чтобы болельщику какой-то нерв создать. Не попадает на этот раз в площадку. Финал Тавасиев. И начинает болельщики заводить своих любимцев на более активные действия. Мочилов. Тройной блок. Не по рукам блокирующих. Не стал на силу атаковать. Александр Мочилов. Смотри, пастор. Просто по краям пальцев. Мягко ударил. В составе Кемеровского Кузбасса на подачу Сергей Макаров. Так, чтобы соперник уже не достал. И вновь. Все, заработал, заработал блок у Кузбасса. Блок Кемеровского Кузбасса. Александр Мочилов там победно вскинул руки. Смотрим. Стал героем этого игрового эпизода, да. С Михаилом Щербаковым вместе они этот мяч установили. И Сергей Макаров продолжает выдавать. За счет и равный у нас. И вот он. Все, работает, работает блок у Кузбасса. И нет шансов сопернику. Уже впереди Кемеровчане Михаил Щербаков на этот раз. Активно действовал на сетке. А Сергей Макаров, капитан Кемеровчан, продолжает свою подачу. Смягчает здесь блок Кемеровчан. Мяч. Атака Мочилову. Двойной блок. И удалось на этот раз Архути прошить. Сквозь руки блокирующих. Смотрим повтор. Немного не успел. Михаил Щербаков свести руки вместе. И сравнивает счет волейболиста Локомотива Изумруда. Уже как-то поспокойнее стало. Заработал блок у Кемеровчан. И стало полегче дышать. Хороший прием. Мочилов. Будет атака у Локомотива Изумруда. Вновь удается пробить сквозь блок. Катался там Маскиров этот мяч спасти. На задней линии. На повторе сейчас видно. Не удалось, к сожалению. И вновь у нас Локомотив Изумруд. Позволяют кемеровчане сейчас. С минимальным преимуществом впереди. Соперник и действует с собой на равных. Маскиров, Макаров, Колесник. 13-13. Хороший прием. Передача. Завершающий удар. Все это в арсенале футбаса имеется. И демонстрируется в полной мере. Красивые картинки из спорткомплекса «Арена» телеканала «Мой город». Александр Мачалов будет подавать счет равный 13-13. На говно вы идут команды. И удается вновь переиграть блок Владимиру Пархути. Смотрим повтор. Не успевает сомкнуться. Блок кемеровчан. И у нас минимальное преимущество соперников из Екатеринбурга. Замена в составе. Локомотива «Изумруд». Вместо Вадима Ажиганова на площадке появился Алексей Евсеев. Готовится очень тщательно к этой подаче Сергей Андрианов. Силовая подача. Точно в сетку. Можно было так долго не готовиться. Чуть раньше ударить сетку. То есть сразу. Да, и сравнять счет. Ну, в составе кемеровского «Кузбасса» подавать будет Михаил Щербаков. Мягкий планер у него всегда. Евсеев. Удачно действует. Алексей Евсеев. Обманул. Владимир Паркута отправляется на подачу локомотива «Изумруд». Все, готово к продолжению встречи. Зучит свисток. И зарабатывает Паркута. Отправляет команды на второй технический. Тайм-аут. Ну, вот как-то немного неожиданно, наверное, для болельщиков кемеровского «Кузбасса». То, что сейчас небольшое преимущество все-таки у команды соперника есть. Ну, видно, что какой потенциал и большой резерв есть у кемеровчан в этой встрече. Ну, не вижу пока никаких проблем. Все спокойно. Вот сейчас смотрю, как общается тренерский штаб кемеровчан со своими подопечными. Все в рабочей обстановке. Все спокойно, нормально, без нервов. Все прекрасно понимают. Ситуация под контролем. Да, ситуация под контролем полным. Возвращается команда на площадку. Готовы продолжить встречу. Конечно же, «Локомотив» и «Изумруд» будет счастлив даже хотя бы одну партию взять у кемеровского «Кузбасса». Для них, я считаю, это будет очень хорошим успехом в сегодняшней игре. Ну, не думаю, что будут доводить до этого кемеровчан. Игроки «Кузбасса». У нас тем временем ошибка на подаче в исполнении «Локомотива» и «Изумруда» и подача колесников. Хорошо, как играет Евгений Галатов. В обороне. Аскеров. Без атаки отдали мяч волейболиста «Локомотива» и «Изумруда». А «Кузбасс» будет атаковать. «Иналтова Сиев». Поднимает мяч «Либера». «Локомотива» и «Изумруда» и великолепен здесь в атаке был Никита Стуменков. И замена у кемеровского «Кузбасса». Место Руслана Аскерова на площадке появляется Сергей Бурцев. Сергей Бурцев, да. И если мы в предыдущих встречах отмечали, что именно на усиление подачи выходил Сергей Бурцев, да. Тут именно на усиление игры вышел Александр Мочилов. Он справляется с приемом и приносит очередной эйс Никиту Стуменкову. Тут же тайм-аут, понимает прекрасно все. Под крики болельщиков, да, и «Кузбасс», а ну-ка, собрались. И главный тренер команды, Денис Медусевич, берет тайм-аут. Да, решил собраться вместе с командой. Да, конечно, сегодня такая действительно более, наверное, ну... Спокойная игра. Спокойная, да, именно спокойная обстановка уже. Все все знают, уверены все. Но все-таки хотелось бы вот красивого завершения этого полуфинального этапа Кубка России здесь. Да, красивого, быстрого. Очень довольный тренерский штаб, улыбается. Общался со своими подопечными. Главный тренер остался доволен. Какую информацию донес, что он хотел бы увидеть от них в дальнейшем. И Никита Стуменков продолжает подачу. Вновь удачно. Переходящий мяч. Будет атака Кемеровчан. Колесник. Рукам блокирующих. И мяч на половине поля Кемеровчан приземляется. Минус четыре. В концовке второй партии. Нужно собраться к Кемеровчанам и срочно сняться с подачи соперника. Вновь Никита Стуменков. Сборцев. Макаров. Вновь не будет атаки у Кузбасса. А зато... Перехитрил сейчас. Да, перехитрил. Антон Андреев. Центральный блокирующий. Ну и, собственно, 15-20. Локомотив изумруд. Впереди. Уже совсем тревожно. Будет замена связующих в составе Кузбасса. Вместо Сергея Макарова. Алексей Бардок. Да, Алексей Бардок. Как раз, который когда-то играл за локомотив изумруд. Готовится Никита Стуменков. И не попадает в пределы площадки в этом эпизоде. Смотрим повтор. Подача пятого номера локомотива изумруда. Сергей Курцев будет подавать в составе Кемеровского Кузбасса. Очень хорошая у него подача. И будем надеяться, что... Полетит. ...умеем догнать за счет его подачи. Сетка в помощь. Локомотиву изумруден. Все равно выбит уже темп. Бардок. Колесник. И за пределы площадки уходит мяч. Великолепно. Быстро разыграли свою атаку кемеровчане. И великолепно на доигровке сыграл Андрей Колесник. Сергей Бурцев. И ждем от него Эльса, как и болельщики на трибунах спорткомплекса «Арена». Немного смягчил свою подачу Сергей Бурцев. Блок. И справляется. И не попадает в площадку. Да-да. Догоняют кемеровчане. Смотрим повтор. Не хватило здесь точности. Владимиру Пархути. И его меняют, соответственно, тут же. Но Сергей Бурцев у нас продолжает подавать. По-прежнему болельщики на трибунах требуют эйс. У нас выбит. Первый прием. Блок. Немного здесь Евгений Галатов. С сумасшедшим рывком стремился поднять мяч. Но не успел, к сожалению. Смотрим повтор. И уже 21-18. Еще раз смотрим повтор с другой камеры. Евгений Галатов рывок свой совершает. У нас Алексей Евсеев на подаче. Хорошая подача у него. Мочилов. И попадает по рукам. Смотрим повтор. Партнер замывает стройной блок. И касание пальцев. И Налтовасиев. Но тоже может полететь. Хорошая подача. Блок. Пытался Александр Мочилов. Но не было рядом партнеров. Да и низковато. Ну и уже 22-19. Опасно? Ближе и ближе, да. Да, да, да. Екатеринбургские волейболисты. К тому, чтобы завершить эту партию в свою пользу. Ну, будем надеяться, что Кузбасс все-таки сможет еще побороться. Посмотрим. Да, время еще есть, конечно же. Нужно, чтобы заработал отлично прием у кемеровчан. И тогда будет все в порядке. Блок работает. А прием пока у Кузбасса не работает. Вновь выцеливали Александра Мочилова. Ну и замена. Не идет пока игра у Александра Мочилова. Это прекрасно увидел главный тренер. Берн Андре появляется на площадке. Не видели мы его здесь по ходу полуфинального этапа. Начинал он матч против, да, с нефтяником. Но не пошла игра и, собственно, в роли запасного находился. Но вот сейчас вновь появился на площадке. Посмотрим. Павел Рожков. Хорошая подача. Андре. Из атаки оставляет соперника. И не сумели даже перебросить мяч. Есть еще возможность кемеровчан побороться. Смотрим повтор. Неудачные атаки. Локомотива из Умруда. Алексей Бардок. На подаче у Кузбасса. И ошибается здесь. Три второй передачи. Связующие команды. Локомотив из Умруда. И тайм-аут. Тут же решил взять. Нет, замена. Просто замена у нас произошла. Двойная при том, что составил локомотивы из Умруда. Максим Остраховский и Алексей Евсеев покинули площадку. Но у нас продолжает подавать Алексей Бардок. Да. А Сергей Андреянов на площадке появился. Неплохая подача. И будет атака у кемеровчан. Колесник. В защите удачно играют волейболисты. Локомотивы из Умруда. Мяч без борьбы. И Кузбасс. Колесник. Под заднюю линию. Поднимают мяч. Поднимают. Андреянов. Еще одна атака в составе Кузбасса. Андрея. Первая результативная атака в сегодняшней встрече. Бьорна Андрея. Смотрим повтор. Просто сумасшедший по силе выстрел. А вот сейчас все же тайм-аут. Берет тренерский штаб. Локомотивы из Умруда. Да. Активизировались кемеровчане. Активизировались и болельщики Кемеровского. Кузбасс тут волну запускает по трибунам спортивного комплекса. Арена. Пошел вот прием у Кузбасса. И все. Сразу наладилась игра. И атака пошла. Блок и так работал неплохо у кемеровчан. А тут еще и прием заработал. И все. Уже от большого преимущества. Уже как-то спокойнее стало. И по счету тоже ситуация выправилась. И это в общем-то не может не радовать, что нам сейчас демонстрируют трибуны спортивного комплекса арена. Они демонстрируют нам волну. Болельщики. У нас все готово продолжение встречи. Алексей Бардок. Да, Алексей Бардок продолжает подавать. Отлично. Играем. Обороне. Курцев. Ай-яй-яй. Мог травму получить. Ну поборолись сейчас. Поборолись. Борются до конца волейболисты Кузбасса. Кузбасса. Кузбасс. 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 Ну и тайм-аут. Тайм-аут. Теперь пришла очередь взять Ильишу Матусевичу. Тем более Антон Андреев обладает неплохой подачей. И на его подаче, конечно, нужно сбить этот потенциал команды. Локомотив изумруд. Все спокойно по-прежнему у Кемеровчан. Все в рабочем режиме. Завершен. Тайм-аут. И Антон Андреев готовится. Ну что, развязка у нас. Да, развязка. Второй партии. Не попадает в площадку. Вовремя взял тайм-аут Денис Матусевич. Тем самым сбив хороший набранный ход соперникам. И Бьерн Андреев. И Бьерн Андреев будет подавать. Ну, вправе болельщики требовать именно от него эйси. Да, чаще других игроков с баса. Именно бьем на Андреев. Стремным ударом отправит мяч на площадку соперника Андреянов. Отлично. В защите, Андреев. Бурцев. Не попадает немного. И отправляет команды на второй перерыв. Сергей Бурцев. Мы все и поговорим о том, что же происходит в других группах, да, после двух игровых дней. Значит, Казань. Центральный матч. В этой группе факел-зенит. И факел, как, наверное, не странно, одолел зенит со счетом 3-2. То есть там сегодня вот как раз и будет все решаться. То есть сегодняшний игровой день мне покажет. Ну, тяжело, конечно же, и Минскому строителю будет остановить Новоуренгойский факел. На разном уровне совершенно команды. Вот. И факел доказал вот вчера в игре с фаворитом группы, с казанским зенитом, насколько готовы урингойцы к выходу в финал шести. Да, побороться. Группа Б Новосибирский локомотив. Ну, здесь локомотив, да, без сенсации. Газпром Югру со счетом 3-1 одолел. Что касается группы, которая играет в Махачкале. Там у нас Динамо. Московская Динамо Краснодарская. Здесь Москва впереди со счетом 3-0. Ну, что самое интересное. Краснодарская Динамо не потеряла право выйти в финал шести. Если сегодня сенсационно проиграет Московская Динамо, а Динамо Краснодарская. Да, то есть вот как раз, несмотря на то, что вчера, да, прошли центральные встречи в группах как раз между лидерами, то во многих группах расклад получился такой, что, ну, на самом деле интрига напротив возросла и очень интересно будет посмотреть. Понятно, может быть где-то ожидаемо, да, и может быть сенсации не будет, но, тем не менее, действительно, очень-очень интересно будет посмотреть, к чему же в итоге мы придем. Но об этом мы обязательно поговорим уже в среду о том, кто выйдет. Да, когда уже все станет ясно и понятно. А в среду Кемеровский Кузбасс продолжит выступление в регулярном чемпионате страны. Матчем против Новосибирского локомотива. Новосибирского локомотива. Наших заклятых друзей. Ну, очень любят болельщики, конечно, ездить друг к другу, потому как расстояние позволяют. Болельщики Новосибирска едут в Кемерово, болельщики Кемеровского Кузбасса, соответственно, едут в Новосибирск. Сама не раз отправлялась с болельщиками на автобусе для того, чтобы делать репортажи в эфире телеканала «Мой город». Ну, всегда это здорово, когда можно команду на выезде поддержать. По крайней мере, по словам волейболистов, они эту поддержку чувствуют и играть, когда слышишь грики Кузбасс, наверняка, гораздо приятнее. Но здесь в родных стенах с этим проблем никаких нет. Напротив, поддержка колоссальная. Ну, готовы команды к началу третьей партии. Что мы видим на площадке? Какой у нас расклад в составе Кемеровского Кузбасса? Ну, Сергей Макаров вышел на площадку, да, ну, кроме Сергея Макарова появился, да. Остались Сергей Бурцев и Бьерн Андре. Ну, а локомотивы из Умруда без изменений. Павел Рожков на подаче. Андрей Колесник удачно в защите играют. И от рук блокирующих отыгрывается Пархута в этой атаке. Смотрим повтор. И зарабатывает первый балл своей команды. В первом партии у Кемеровского Кузбасса все было в порядке с приемом, с блоком. И, соответственно, легко выиграли. А вот во втором отрезке партии, во второй партии уже с приемом, да. Вторая партия оказалась сложнее. Проблемы какие-то появились у Кемеровчан. Колесник попытался пробиться. И в итоге точно в линию попадает и сравнивает счет. Зарабатывает первый очко в этой партии для Кемеровского Кузбасса. Так, все точно в площадку. Но есть, конечно, такое, наверное, ощущение, что соскучился наш легионер по игре. Все-таки два матча находился не на площадке. Команде помочь не мог. И сейчас вот... Блок работает, конечно же, у Кемеровчан. Пока не всегда удачно, но работает. Нужно еще что-то сделать с приемом и будет все спокойно. У Кузбасса замена. Вместо Андрея Колесника номер 10 на площадке появляется... Да, Руслан Аскеров. А у нас на подаче другой 13 номер в составе соперников Антон Андреев. Впереди пока у нас волейболиста Локомотива Изумруда в третьей партии. Целовая подача не попадает в площадку. 13 номер. Локомотива Изумруда. И Бьерн Андре. Все-таки болельщики будут требовать эйса. Башков справляется. В приеме А. Блок великолепного в исполнении Сергея Бурцева действует на сетке. На повторе сейчас посмотрим. Это игровой момент. Да, Сергей Бурцев там. Закрыл он Сергея Андреянова. Не Бьерн Андре. И Кузбасс уже впереди. Впервые в третьей партии. Камеровчане вышли вперед. Хорошая подача. Переходящий мяч будет атака у Кузбасса. Бурцев. От души приложился Сергей Бурцев. В этой атаке смотрим повтор. С оттяжечкой пробил. И великолепно мяч от блокирующих покинул пределы площадки. Бьерн Андре продолжает подачу свою. Увеличивая преимущество Кузбасса в счете. Немножко совсем не хватило здесь. Не попадает, да, в площадку Бьерн Андре. Просит видеоповтор. Да, будет видеоповтор. А мы пока сами посмотрим. Тяжело с этой камерой. Скорее всего мяч за пределами площадки. Потому что даже предыдущие... Более подробно все-таки судьи нам скажут, что тут пытаются операторы телеканала «Мой город» заглянуть в монитор, на котором происходит видеопросмотр. Да, рядом там находятся наши операторы. Крупным планом Николай Книжников. Бьерн Андре. А вот второй судья Андрей Зинович. Да, все правильно. Мяч в площадке. И Эйс записывает свой актив Бьерн Андре. А счет увеличивается. Вот так, не всегда понятно по нашей картинке, был ли мяч в площадке. Удачная вновь подача. И сам же в атаке завершает Бьерн Андре. Ну, разве не великолепен шестой номер Кемерского кузбасса в эти последние отрезки третьей партии, а? Ну, посмотрите, насколько хорош Бьерн Андре. И на подаче выбивает сразу. Да, 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 да. И в атаке заметен. Ну, соскучился, видно, по игре. Ну, это вновь тренерское чутье. Насколько сработало. К сожалению, ошибается, да. У второй партии. У Дениса Матусевича, что он понял, что у Александра Мочилова не пошла игра, но выпустил Бьерна Андре. И в третьей партии Бьерна Андре отвечает своей великолепной игрой, доверию тренера. Боется закрыть сейчас блоком Сергея Бурцева. Сергея Бурцева. Неплохо разыграли эту атаку волейболиста Кузбасса, но спел блок автомотива из Умруда. Сергей Андреанов. Готовится к подаче. И вот ничем не хуже Бьерна Андре на подаче Андреянов. Бурцев не сумел ответить любезностью на любезностью и активно закрыть эту атаку. Закрыть сумел, но переправить мяч на площадку соперника не смог. Продолжает подавать Сергей Андреянов. Преимущество минимального Камеровчан сохраняется. И вот Светка в помощь локомотиву из Умруду пришла. И уже удалось гостям преимущество достаточно комфортное сократить. Свистик. Свистик нулю его. Андреянов. Андрея. Макаров. Бурцев. И поднимает мяч в защите Андреянов. Пархута бьет и между рук блокирующих проходит мяч. Судя по всему очень серьезно настроились игроки локомотива из Умруда на эту встречу. Несмотря на то, что она, ну по сути, для команды гостей никаких турнирных вопросов не решает. Задача минимум для них уже выполнена. Одну партию взять. А почему бы задачей максимум не воспользоваться? Выиграть встречу. Я думаю, что Кузбасс сделает все возможное для того, чтобы... Кузбасс против. Да, конечно. Кузбасс. 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 Макаров. Кузбасс. 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 Незаметно, что коснулись пальцами блокирующие Но студия был близко и четко зафиксировал 8-7 в пользу локомотива изумруда И у нас первый технический тайм-аут Отправились команды Кстати, на удивление, сегодня очень много народу пришло в спорткомплекс Арена Мне не упускают, кемеровчане, возможности посмотреть Не насытились, не насытились все волейболом Уже прошел первый предварительный, второй этап предварительного этапа Да, первый был в Оренбурге для Кузбасса Он прошел второй этап предварительный Сейчас это полуфинал, там чемпионат России дальше 22-го, 29-го Соперники серьезные, локомотив Новосибирский, Московская Динамо Будет на что посмотреть Но тут я больше чем уверена, что трибуны будут не просто полны Они будут переполнены с ошибки Возобновляется у нас третья партия Владимир Паркута попадает в сетку И счет в партии третьей сравнивается 8-8 Руслан Аскеров отправляется на подачу кемеровского Кузбасса Просит по-прежнему эйс Мягкая подача И в угол площадки отправляет мяч Сергей Андрианов Посвящались судьи Все готово к продолжению Никита Стуленков На подачу локомотива изумруда И Бурцев Разрядил свою пушку Сергей Бурцев Смотрим Без всяких касаний просто добивает до пола Сергей Бурцев И отправляется подавать Да Надеюсь Пушку разрядил свою не полностью И она продолжит работать в прежнем режиме Мощно и точно Да Продолжает эйс Записывает свой актив Сергей Бурцев И вновь преимущество кемеровского Кузбасса А мы по-прежнему уповаем на пушку Сергея Бурцева Который запал это еще Ой-ой-ой сколько много Работает она Работает Мощная подача Вот здесь удачно отыгрывается от рук Блокирующих Павел Рожков Высоко здесь Взмел прямо над сеткой Иналта Васиев И по рукам Центрального блокирующего попадает Вадим Ажиганов Будет подавать в составе Локомотива Изумруда 10-10 Счет равный На этот раз не помогла сетка Локомотива Изумруда Верна Андре Аркута И в угол площадки Вновь впереди волейболиста Локомотива Изумруда Сейчас нужно атаку немного наладить Волейболистам Кузбасса Прием более-менее Организовался И вот на приеме Неудачно так же действовали Сейчас в этом эпизоде Волейболисты Кемеровского Кузбасса Арсенал кричалок Болельщиков Кемеровского Кузбасса Очень большой И вот сейчас, кстати Напоминают они команде Что сегодня нам нужна победа И попадает связующий Локомотива Изумруда Неплохо Он пришел на подачу Заработали сразу Три балла Волейболисты Локомотива Изумруда А в составе Кузбасса Подавать будет Налтоласиев Создали все Минимальный комфортный Отрыв И обманул здесь Сергей Андрианов Блокирующих Кемеровчан Умывает воздух Пытался здесь Сергей Макаров Поднять мяч Плюс два На подаче Павла Роскова Закрывают здесь Сергея Бурцева Пайпом пытался атаковать Сергей Бурцев Замена будет в составе Кузбасса Александр Мочилов Вновь появляется на площадке А Сергей Бурцев Отправляется Немного передохнуть Да, дважды неудачно атаковал Сергей Бурцев И решил тренер Немного дать ему время Не передохнуть Падал Росков на подаче Мочилов Макаров Андре От рук блокирующих И на трибуны Быстрый Розыгрыш И великолепная атака Бьерна Андре Возвращается Кузбасс в игру Макарова, да Да, возвращается явно Галатов Андре И атака Андре Удается здесь Мелкозерову Неплохо сыграть В защите И еще раз Бьерн А здесь уже Мелкозеров Просто элементарно Вы не поверите Не хватило роста Волейболисту Не хватило роста Смотрите на повторник Путь чуть повыше Мелкозеров Он бы спокойно достал Да, совсем небольшого роста Второй номер Автомотива Изумруда И это как раз Ему оказалось Не В его пользу 178 сантиметров Рост этого игрока На подачи капитан Гемеровчан Сергей Макаров Создает он проблемы В приеме Андре Вместе слизующего действовал Евгений Галатов Мой тройной блок Сергей Макаров В своем месте Андре Не удается Перебить через сетку Мяч И сравнять счет В третьей партии 13-15 Антон Андреев Готовится к подаче Локомотива Изумруда И великолепно Михаил Щербаков Первым темпом Очень быстро снялись Сейчас Волейболисты Кузбасса Смотрим повтор Сергей Макаров Четко увидел Михаила Щербакова Юра Андре Будет подавать В составе Кемеровского Кузбасса 15-14 Минимальное преимущество гостей Предыдущий Его приход на подачу Мы помним Очень удачно Был для кемеровчан Посмотрим Как на этот раз Зависает Пархута Но будет вновь атака Локомотива Изумруда Смягчает блок Но от рук блокирующих Мяч Входит за пределы площадки Отправляя команды На второй технический Тайм-аут С преимуществом Команда Локомотив Изумруд В два мяча Но сегодня уже Одна сенсация Для болельщиков Спортивных Всего Спорта Екатеринбурга Состоялась В футбольной Премьер лиге Местный Урал Принимал Московский Спартак И переиграл 2-0 Я думаю Этой сенсацией Вполне будут Довольны Екатеринбургские Болельщики Всех видов спорта Чтобы сегодня Второй сенсации Не произошло В Кемерово Как вы считаете Татьяна Я считаю Вполне достаточно Этой сенсации Футбольной Чтобы еще Она и в волейболе Состоялась Зачем же так много Сенсации Нужно понемножечку Дозированно Поэтому пусть Сегодня Кемеровский Гузбасс Продолжит Свою победную серию Напомню Что на втором Предварительном этапе Ни одного поражения Не потерпели Кемеровчане Чемпионат Начали ровненько Сейчас нужно Обязательно Так сделать Чтобы Ни в коем случае Удача не отвернулась Ну и кубок Да, тоже достаточно Удачно проводит Посмотрим Вот чем закончится Этот матч Пока у нас Впереди Локомотив Изумру Сергей Андреев На подаче Третий Прошу прощения Удачно В приеме Играет здесь Четверский Паняна В атаке Александр Мочилов Вот великолепный съем был Продемонстрирован Кемеровским Кузбассом Смотрим повтор Уже В заключительной стадии Атаки Александра Мочилова Видимо Что Денис Матусевич Совершает замену Вместо Инала Тавасиева На площадке Появляется Центральный блокировщ Александр Критский Вносит коррективы Главный тренер По ходу Партье Встречи И пока Это все удачно Счет у нас Вновь равный 16-16 Удачный разговор Видимо Произошел Во время Второго Технического Тайм-аута Тренерского Стаба Кемеровского Кузбасса Со своими Подопечными А у нас Замена Команде Локомотив Изумруд Вместо Сергея Андреянова На площадке Появился Ярослав Астраховский Пархут Атакует И Макаров В защите Великолепен А Мочилов В атаке Как блестяще Сейчас сыграли Волейболисты Кемеровского Кузбасса От начала И до конца Смотрим Уже Вновь завершающий Хотелось бы Прием Сергея Макарова В защите Посмотреть Как великолепен Тайм-аут Как говорится То, что доктор прописал И раз Сразу Если режиссер Сейчас найдет Последний Прием В защите Сергея Макарова Мы посмотрим Этот розыгрыш Полностью Пока идет У нас Технический Тайм-аут Взятый Локомотивом Изумрудом Достаточно Комфортное Было преимущество Команда Кузбасс И Кузбасс Решил, что Пора Выходить Вперед Время пришло Потому что Во второй партии Такой прим Кузбасс 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 Вновь Минимальное преимущество Кемеровчан Руслан Аскеров Отправляется На подачу Кузбасс Переходит На планер Така Рожкова И от рук Блокирующих Мяч Выходит За пределы Площадки Но счет Равный 18-18 Смотрим Повтор Удачно здесь сыграл Девятый номер Мотива Избрут Никита Стуленков Готовится К подаче Мочалов Макаров И Критский До пола Первым темпом Удачно Кемеровчане Сыграли в этом эпизоде Александру Ничего не оставалось Как просто добить Мяч до пола Без сопротивления Александр Мочалов Будет подавать Составе Кемеровского Кузбасса Также на планер Переходит Александр Мочалов Блок справляется Блок Будет еще атака И Вновь блок Пьерн Андре Вместе с Александром Критским Действует уверенно Смотрим повтор В Критске дважды В этом эпизоде Игровом Отрезке Успел Мяч так прихватить Остановить Мочалов продолжает Подавать 20-18 Уже Кузбасс Впереди Небольшое Примечство Кузбасса Кожков И не удалось ему Перебить Мяч через сетку Увеличивает Примечство Кузбасс На подачу Александра Мочалова Даже блок Не пригодился Кемеровчанам В этом эпизоде Замена В составе Локомотива Избруда Место Владимира Пархута На площадке Появился Максим Корчунов Подача Мочалова И переходящий Мяч быстро Играет Валерий И очередной Тайм-аут Команда Локомотив Изумрут Все прекрасно Понимает Валерий Алферов Что не идет Ничего У него У его Команда И у его Подопечных В эти минуты И нужно Вносить Свои коррективы Очень спокойно Пытается Нанести Свою мысль До подопечных Но хочется Отдать должное Все-таки Команде Стараются Они навязать Борьбу Кемеровскому Кузбассу И ее навязывают Не только стараются Они даже навязывают Хотя борьбы Мы ожидали Конечно же Во вчерашней игре С губернией Нижегородской Пока Самый простой Матч для Кемеровского Кузбасса В этом сезоне Удивительно Наверное Да Очень удивительно Так ждали Так анонсировали Татьяна Мы с вами Этот матч И так легко Кузбассу Он дался Да Александр Мочалов Подает Блок смягчает И атака Кузбасса будет Андре Пытался здесь Мелкозеров Поднять мяч В защите Но настолько Была сильна Атака Пьет на Андре Что ничего Сергей Мелкозеров Уже сделать не смог Замена очередная В составе Локомотива Изумруд Дмитрий Соболев Появился На площадке Просто Антона Андреева Судья здесь Сигнализировал Не увидел его Первым темом Заколотил мяч В площадку И сделал Блоковой Судья Сейчас смотрите Сигнализировал Первому Судье Он не увидел Но Кузбасс Доиграл Этот эпизод И заработал Очередной балл И сетбол На подаче Александра Мочилова Удачно Здесь первым темпом Справляется Волейболист Локомотива Изумруд При помощи Дмитрия Соболева Удалось ему Переиграть Александра Критского И Алексей Евсеев Приходит На подачу Локомотива Изумруда Хорошая силовая подача И будет атака Локомотива Изумруда Рожков Мочилов Достает Рожков мяч Без атаки Мочилов В угол площадки 25-19 Долгий розыгрыш был Новые токи Кемеровчане Заканчивается Да Заканчивается В пользу Кемеровского Кузбасса И 2-1 У нас Хорошо Доиграли этот эпизод И Александр Мочилов Поставил точку В третьей партии 25-19 Два Кемеровчане 25-19 Обыграли своего соперника В сегодняшней встрече А Локомотив Изумрут Во второй партии 25-23 По вашему Олег Почему Вчера с губернией Так Расправились Достаточно легко А Сегодня Вот Локомотив Изумрут Ну там явно Психологический момент Был У губернии То есть И Этот психологический момент Как у любого спортсмена То есть Ну Надломило Команду Это лучше узнать Конечно У Самих игроков И тренерского штаба Команды Губерния Да Вот Насколько я понимаю После матча Обычно Когда Ну Проигрывают Да Не всегда настроены Общаться С журналистами Игроки Тренеры Ну по-разному Бывают Действительно Если Так Настраивились Хотя Я думаю Что тут Что тут Говорить Все все Видели сами Во вчерашней встрече Ну Сегодня Локомотив Изумрут Навязывает борьбу Наверное Ту Которую мы ждали Во вчерашней встрече И не дождались Да Вот Надеемся Эта борьба Еще и продолжится И в четвертой партии Как бы Всегда интереснее смотреть Когда На площадке Проходит Борьба Нежели Как вот Вчерашнее Избиение Младенца Когда Кузбасс Переиграл Нижегородскую Губернию Очень уверенно Переиграл Нижегородскую Губернию Даже можно Наверное Сказать Разгромил Соперника И Обеспечил себе Уже Выход В финал Шести Кстати Кстати Из всех Анонсируемых Вчера Наших встреч В четырех группах Борьба Получилась Только в одной игре Где Зенит Из Казани Принимал на своей площадке Факел Из Нового Уренгоя И гости Не скажу Что это неожиданно Так как Обе команды Очень достойные И В том же финале Шести Факел Новый Уренгой Еще Проявит себя Я думаю Я думаю Что для болельщиков Казанского Зенита Можно сказать Что это Несколько неожиданный Результат Наверное Все таки ждали Они уверенной победы От своей команды А Зенит уступил Факелу Со счетом Два-три Кстати Вообще-то Рано я Причислил Новый Уренгойский Факел Командам Финала шести Потому что Проиграем Сегодня Минскому строителю А Казанский Зенит Выиграет 3-0 То Дальше пойдет Именно Казанский Зенит Ну чтобы Не все Еще потеряно Для Казанского Зенита И болельщики Я думаю Очень интересно Будет развязка Очень сильно Сегодня Болельщики В Казани Будут болеть За минский Строитель И такое тоже бывает Да Только вот в нашей Уже группе Все ясно Кто Едет Белгород Это конечно же Кемеровский Кузбасс Готовы команды Ну а для того Чтобы все вопросы Закрыть Нужно еще одну партию Кемеровскому Кузбассу Выиграть И красиво Завершить Полуфинальный Этап Кубка страны Который Напомню Целых три дня У нас Проходил в Кемерове Радовали Волейболисты Четырех команд Своими играми Ну кто-то Смотрел две встречи В день Кому Мало Волейбольных баталий Кому Очень интересно У кого Может быть Нашлось время В выходные В пятницу Напомню Играли команды Ну и естественно Сегодня у нас Красивое завершение Вечер Сергей Макаров На подаче У Кузбасс Четвертая партия У нас Не справляется Здесь блок Кемеровчан Алексей Налобин Появился На площадке У Кузбасса А в составе Локомотива Изумруда Как заканчивали Волейболисты Третью партию Так и остались Антон Андреев Готовится К подаче Убивает здесь Сергей Макаров Но без атаки Отдает Значит на сторону Соперника Евсеев Евсеев Атаковал Результативно И уже 2-0 Да Смотрим повтор Неудачно Начинается партия Для Кемеровчан Но время Для того Чтобы собраться Всегда есть Антон Андреев Тщательнейшим образом Готовится К своей подаче Колесник И совсем уже Обескураживающее Начало Для хозяев Площадки И атаки Андрея Колесника Активно По-прежнему Поддерживают Болельщики Своих любимцев На трибунах Бьерна Андрея И Бьерна Андрея Показывает Андрею Колеснику Как нужно разбираться С блоком По рукам И за пределы площадки Сам же будет Подавать Шестой номер Кемеровского клуба А болельщики Требуют от него Эйса Немного не хватило Чтоб перебить Через сетку Бьерна Андрея На день Четыре Уступают Семеровчане В начале Четвертой партии Алексей Евсеев И за пределы площадки Отвечает Любезностью На любезность Шестнадцатый номер Локомотива Изумруд Смотрим повтор А у нас Алексей Налобин Приходит на подачу Хорошая подача И не попадает Но попадает По пальцам По краю пальца Попадает Игрок Локомотива Изумруда Владимир Пархута Атаковал Ну да Такое немного Бескураживающее начало Кузбасс вновь в роли Догоняющих находится Но сам же отправился На подачу Владимир Пархута Великолепная атака Александра Мочилова Удалось Хорошо сыграть Приеме Малиболистом Кузбасса Сергей Макаров Увел На удар Александра Мочилова Андрей Колесник Будет подавать В составе Кинеровского клуба Отправляет он Вновь ошибается На подачу Подающий Кемеровчан Дмитрий Соболев Также силовая подача Мочилов И от рук блокирующих Мяч покидает Пределы площадки Четвертое набранное очко Кемеровским Кузбассом Здорово в этом эпизоде Разобрался Александр Мочилов Сам же будет подавать Тренерский штаб Кемеровского клуба На ваших экранах Денис Макусевич И Владимир Бабайки Хороший пайп В исполнении Владимира Пархута Смотрим повтор Не успел здесь Блок кемеровчан Собраться Ярослав Астраховский Капитан Локомотива Изумруда Не попадает В пределы площадки Очень часто Татьяна Обратили внимание В третьей партии Ошибаются Игроки на подаче Кемеровского Кузбасса Что локомотива Изумруда Из Екатеринбурга Может быть усталость Уже сказывается И первый технический Тайм-аут У нас Подоспел Так незаметно И не очень приятное Лидерство Локомотива Изумруда Наблюдаемые Тренерский штаб Кемеровчан Очень опытный И конечно же Придумает Как вывести Своих подопечных Из этого состояния Трибуны Немного Тоже спокойны Ну да И так Ненадолго Фан-сектор Притих И даже Волну Не пускает Пока Знаменитый Фан-сектор Кемеровского Кузбасса Все спокойно И на трибунах И на площадке И Павел Рожков Отправляется на подачу Локомотива Изумруда Плюс три Солидное Комфортное преимущество Ну которая Кузбассу Вполне по силам Итеграде Мы это прекрасно знаем Что это делать Быстрее Андре Верн Андре Мимо тройного блока И в защите Мочелов Мочелов в защите Колесник Колесник в атаке И великолепен Андрей Колесник Просто прошивает Двойной блок Своим мощнейшим ударом Андрей Колесник Мяч на половине поля Соперника приземляется Сергей Макаров Будет подавать Кузбасса Удачно здесь Первым темпом Сыграл Андреев Успел опередить Блокирующий Кемеровчан И сам же отправляется На подачу Своей команды Антон Андреев Недовольный гол на трибунах Спорткомплекса Арена Бьерн Андреев И вновь великолепно Так же как Андрей Колесник Следующий атаке Кузбасса Так же Переигрывает Блок локомотива Изумруда И сам же Бьерн Андре На подачу Кемеровчан Смягчает свою подачу И не удалось закрыть Алексея Евсеева Смотрим повтор Алексей на лобин Пытался закрыть атаку 16 номера Локомотива Изумруда Или на вылет подает Алексей Евсеев Уже Все больше и больше Удается уйти в отрыв В команде из Екатеринбурга Посмотрим Какие действия будут Тревожно Тайм-аут Этого и следовало Кстати ожидать Об этом Татьяновы И подразумевать Какие же будут действия Сейчас Напрашивался Конечно же Этот тайм-аут Он пришел Удалось перед матчем Поговорить с болельщиками Если Действительно С Губернией ждали Борьбы Такой напряженной Многие говорили Что 3-2 Наверное В 5 партиях Бой И неизвестно В чью пользу Да Ну конечно Кузбасские болельщики Были уверены Что Польза их команды На то они и болельщики На то они преданные фанаты Вот что касается Игры с локомотивом Изумрудом Да Тут вопросов не было Тут все О Победа Сегодня за нами Причем достаточно Легко Ну вот Пока борьба Борьба Да Упирается локомотив Изумруд Ошибается Не попадает Алексей Евсеев Хорошая Такая мощная Подача Смотрим Повтор Слишком далеко За пределы площадки Вылетает мяч Алексей Налобин Готовится К своей подаче Также отвечает Любезности За пределы площадки Выбивая мяч Ну такие как раз Любезности Хотелось бы да Поменьше В исполнении Кемеровского Кузбасса Тренерский штаб Кемеровчана Задачен Адемир Пархута Хороший прием Колесник И колесник По рукам блокирующих Не понимают Волейболиста Локомотива Изумруда Потому что мяч Как мы видим На повторе Ушел за пределы площадки Но Было касание Пальцев блокирующих 9-12 Андрей Холесник Будет подавать В составе Кемеровского Кузбасса Неплохая подача У него Рожков Не успевает Блок Сместить руки И Павел Рожков Сохраняет преимущество Для своей команды В плюс 4 мяча Дмитрий Соболев Готовится к подаче И не попадает В пределы площадки Вот сейчас самое время Чтобы сократить Разрыв счета Александр Мочилов Приходит на подачу Кемеровчан Переходит также На планер Блок смягчает Но очень удачно Для волейболистов Локомотива Изумруда Мяч уходит Ближе к трибунам И не успевает Никто из волейболистов Кемеровской команды Отскочившему мячу Сохраняется преимущество Изумруда Пока в 4 балла Ярослав Остраховский И Мочилов Великолепно добивает до пола И видим мы, что Замена сейчас будет В составе Кемеровского Кузбасса Никак пока не могут отойти Кемеровчане От этих Вездущих Плюс 4 В пользу Локомотива Изумруда Погнать Погнать очень сложно Ну вот Ошибка На подаче Ошибка на подаче Сокращает этот самый разрыв Но Я думаю, что чисто психологически Достаточно комфортно себя чувствуют Сейчас Игрок Килл Мотива Изумруда Понимаю, что еще одно очко Могут в этой партии Заработать Хотя Напомню Ничего В плане турнирных амбиций Не решают И отправляют команды На второй технический перерыв Так и хочется спросить Ну что же происходит? Да, что-то непонятно Рано успокоились Волейболисты Кемеровского Кузбасса Поверив в успех Вот Нужно собраться на концовку Четвертой партии Чтобы переломить как-то ход Этой неудачно складывающейся Партии Тренерский штаб Кузбасса Не принимает участия пока в дискуссии А там Андрей Шух По-моему, как раз общался Да, именно он общался С волейболистами Кузбасса Все, готовы команды Для того, чтобы продолжить встречу И Кузбасс Уже с совершенно другим настроением Надеюсь, вышли На концовку четвертой партии Антон Андреев Попадает в сетку сразу же Возможно, это знак о том, что удача на стороне Кузбасса Да, тем более Бьерн Андре будет подавать Кемеровчан Болельщики требуют эйса И удачная атака В исполнении локомотива Изумруда Оставляет преимущество По-прежнему Какие-то навязчивые четыре мяча Ну да, никак не удается сократить Кузбассу преимущество Алексей Евсеев Самый эмоциональный игрок Мотива Изумруда на подаче Обладающий мощной такой подачей Но, на счастье, Кузбасса Не точно За пределы С площадки уходит мяч Алексей Налобин Чем ответит Центральный блокирующий Кемеровского Кузбасса Удается справиться с приемом И Алексей Налобин в защите Немного Не хватило Слоднокровие Алексей Налобину Чтобы обработать мяч В защите Владимир Паркутов на подаче Локомотива Изумруда У нас Это роковые четыре мяча В пользу гостей Александр Критский Прошла его атака И Двадцатый блок Кемерович действует уверен И за пределы площадки Улетает мяч Атаки Павла Рожкова Ну что, продемонстрирует нам Андрей Колесник Целовая подача И не попадает Мой Рожков Пределы отведенные Ну так немножечко Можно вздохнуть Мне кажется Уже роковые плюс четыре Да, сократились до двух Колесник продолжает подавать В составе кемеровского Кузбасса Немного поторопился Сейчас видно было Слишком Побыстрее старался сделать подачу И это привело к ошибке И это привело к ошибке Пытались, да Наверное, самое подходящее Слово Пытались этот мяч спасти Но Не получилось Александр Мачулова будет подавать Минус два Наступают кемеровчане В четвертой партии Алексей Евсеев Очень высоко И очень далеко Да, очень неточная атака И тайм-аут Ну и время Соответственно Локомотива из Умруда И Валерий Алферов Хочет донести свои Слова До подопечных Первый судья встречи Николай Книжников Крупным планом был на ваших экранах Андрей Шук общается С игроками Кузбасса Денис Матусевич рядом стоит И подслушивает Да, видимо Очень внимают Андрей Колесник И Алексей Бардов Улыбается чему-то Такой тренерский По-моему Штаб Кузбасс Так разделился Всем наставления Игрокам дали Тем, кто на площадке Потому как Хотелось бы Конечно, наверное Силу Успеть набраться Перед поединком Чемпионата России С Новосибирским Локомотивом Да, очень бы хотелось Александр Мачулов На подачу Кузбасса Минимальные преимущества Локомотива Изумруда Будет атака Кимеровчан Андре И здесь Либера поднимает мяч Мелкозеров Кузбасс Новь Андрей Колесник И Андрей Со второй попытки Сравнивает счет Четвертой партии Дважды атаковал Вот и настроение Улучшилось То, чего всю партию Ждали болельщики Кимеровского Кузбасса Мы видим, что Замена в составе Гостей Вместо Алексея Евсеева Номер 16 На площадке Появляется Вадим Ажиганов Номер 12 И вместо Ярослава Остраковского На площадке Появился Сергей Андреанов А у нас Александр Мочилов Остается на подаче Кимеровского Кузбасса Ну вот, кстати Не только Болельщики Но и волейболисты Скандируют Эйс На плане Перешел Александр Мочилов Блок Алексей Бардок И выводит Кимеровский Кузбасс Вперед Четвертой партии Блоком Алексей Бардок Смотрите С Александром Критским Работал В паре Алексей Бардок И также Проявил Свои недюжие эмоции Восьмой номер Кимеровского Кузбасса Подбадривает сейчас Партнеров Очередная замена Вместо Павла Рожкова На площадке Появился У локомотива Изумруда Максим Коршунов Александр Мочилов Продолжает подавать Александр Мочилов Андрианов И от колесника Мяч Немного улетает За пределы площадки 20-20 Интересная развязка Нас ждет В четвертой партии Посмотрим Подалось сравнять Счет В четвертой партии Неудачно складывающийся Для Кимеровчан Андрианов Мачилов на приеме Бардок Андре Тащите Великолепно В угол площадки Продевает Бьерна Андре И вновь Кузбасс Впереди Конечно Болельщики Сразу же Четко реагируют На настроение Команды Татьяна Посмотрите Сколько замен Последних Эпигодов Мне кажется Мы просто не успеваем Перечислять На самом деле То есть По две По одной Но после каждого Розыгрыша В составе Локомотива Изумруда Происходят замены У нас Александр Критский Все требуют Эйса Горы в том числе Игроки Кузбасса Которые Не находятся На площадке В хорошем приеме Евсейф в атаке Но справляется Здесь Александр Мачилов Колесник И отлично Пробивает Андрей Колесник Довольны Трибуны Сумели собраться Да Собрались Нашел Андрей Шух Какие-то важные слова Видимо Для игроков Кузбасса И вот она Волна Сейчас пойдет Волна Долго ее не было И сейчас она Вновь появится На Спорткомплексе Арена Плюс два В контовке Четвертой партии Это хорошее Комфортное преимущество Для хозяев площадки А мы Видим с вами Волну Спорткомплексе Арена Готовы Команда Уже Продолжить встречу И вновь Замена В составе Локомотива Изумруда Просто не может Найти Концут встречи Подача Критского И антенна попадает Алексей Евсеев Делает счет 23-20 Более комфортное преимущество Кузбасса Все больше и больше Становится Вновь Алексей Критский На подаче Александр Критский На подаче Ну Надо дать должное Сопернику Не сдается Игроке Локомотива Изумруда Алексей Евсеев Вновь Проявляет Свои эмоции На подаче Павел Росков И силовая Очень далекая Подача Получается У девятого номера Довольные игроки Кемерского Кунбасса Еще один шажок И матчбол Матчбол Получают Кемеровчане Алексей Бардок Будет подавать На традиции Встают Болельщики На трибунок Спорткомплекса Арены Мягкий планер И можно Блоком забрать Нет Не удалось Немного Чуть-чуть не хватило Кемеровчанам Что-то поставить Финальную точку Матча Смотрим повтор Срикошетил мяч От Блока Антон Андреев Целовая подача Точно в сетку Возвещающая С победой Кемеровский Кузбасс Кемеровский Кузбасс В очередном Матче Официально Оформил Свой выход В финал Шести Победив Локомотив Изумруд Из Екатеринбурга Со счетом 3-1 Ну что Хочется Приятно Вот на таких Завершать трансляцию Хочется поздравить Болельщиков Тренеров И игроков Кемеровского Кузбасса Море аплодисментов Дарят болельщики Своей команде Партнеры нашей Сегодняшней трансляции Автотехцентр Хоккайдо Газпромбанк И компания Автейс Официальный дилер Шкода В Кемерове Ну что Полуфинальный этап Кубка России В нашей группе В Кемерове Завершен Хочется сказать Огромное спасибо Нашей команде За то Что порадовало И за то Что в конце декабря Отправиться в Белгород Для того Чтобы побороться Уже за Кубок России А следующую игру Кемеровский Кузбасс Проведет 22 октября Уже в рамках Чемпионата России И соперником Кемеровчан Будет Новосибирский Локомотив Так называемое Сибирское дерби Всеми любимое Будем мы Обязательно его смотреть Будем его Обязательно вам показывать В прямом эфире В 19.00 22 числа Не пропустите Ни в коем случае Я думаю что это будет Очень и очень интересно Ну как и обычно Встреча между Этими соперниками На телеканале Мой город А для вас сегодня Работала бригада операторов Телеканала Мой город Режиссер трансляции Евгений Аладинский И комментировали встречу Татьяна Савельева И Олег Марченко Спасибо До новых встреч Всех с победой И до среды Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова